А мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Начнем с Белоруссии. Там произошел инцидент, где-то находился Лукашенко, смотрел он на военные учения, на тренировки своих войск, где-то недалеко, говорят, в 7 километрах от границы. И вроде как два вертолета, Ми-8 и Ми-24, Ми-8 это транспортник, а Ми-24 это вертолет огневой поддержки, они патрулировали воздушное пространство, видимо охраняли своего вождя. Так вот, два этих вертолета залетели на территорию Польши. Ситуация немного была вчера такая не совсем понятная, в том плане, что Министерство обороны Польши поначалу особо не хотело, видимо, освещать это событие. Но когда местные жители, которые смогли это зафиксировать, начали публиковать фото и видеоматериалы, тогда действительно был признан случай, был вызван посол, ему вручена нота протеста Польши, Польским Министерством иностранных дел. Сегодня уже есть реакция Белоруссии, они все отрицают, ну как всегда, вы все врете, никто никуда не залетал, никто ничего не делал. Ну тут можно сделать, может быть Польша не хотела идти на конфронтацию с одной стороны, а с другой стороны я скажу, что ситуация, понятно, что расисты будут через Белоруссию, через вагнеровцев, которых Путин, кстати, поставил вне закона, он же сказал, что юридически такой организации не существует, то есть их нет как таковых, и получается, что они вне закона. Он будет провоцировать Запад, особенно страны НАТО, для того, чтобы максимально постараться втянуть их в вооруженное противостояние, чтобы потом сесть за стол переговоров именно с НАТО, он же воюет с НАТО. Поэтому такие провокации и есть, но и тут у Польши два варианта, либо надо сбивать вертолет, как это сделала Турция. Там буквально на несколько секунд залетел расистский истребитель в Турцию для разворота и захода на посадку на авиационную базу расистов в Сирии. И турецкое ПВО его сбило. После этого, словесно обменявшись любезностями, в кавычках, два президента, турецкий и российский, инцидент был исчерпан. Но больше ни один самолет по сей день, ни один самолет, ни беспилотник, ничто вообще не залетает в воздушное пространство Турции. И хотя Турция тоже член НАТО, я думаю, что Польше надо более жестко реагировать. Чем больше они будут делать шаг назад, тем наглее будет Российская Федерация и тем больше провокаций будет совершаться. Вот я, кстати, удивился кадрам преодоления границы. Правда, подлинность их пока никто не подтвердил, Польша их не прокомментировала. Когда эти мигранты пилят забор и отгибают уголок, который они отпилили стальной, и начинают пролезать сквозь забор и бежать вглубь территории Польши. А я вспоминаю, что Польша рапортовала о том, что они построили этот забор и оснастили всю границу своими радиотехническими средствами. Но странно, почему забор ломают. Вот когда была просто колючая проволока, вспомните, тогда было противостояние. Они туда и водометы пригнали, они там выставили кучу полицейских, они выставили туда войска прикрытия государственной границы. А тут мигранты спокойно отпиливают этот забор, причем пилят его не 5 минут, а довольно долго. Там большой такой стальной уголок. И спокойно пробегают в Польшу. Я не вижу там ни пограничников польских, ни полиции польской, никого. Вот как-то странно было. И вот такие провокации, видите, они идут дальше и дальше. Сначала мигранты, потом вертолеты, завтра ДРГ попробует зайти. И это плохо, что нет жесткой реакции. Вызвать посла, вручить ему ноту протеста для Российской Федерации, это не метод. Нет, они этого не понимают. И наоборот, они считают, что это победа. Если вы вручаете ноту протеста расистам, дипломатическими каналами, они считают, что они победили. Ага, значит вы слабаки, вы нас боитесь. Все, вы не смогли ответить силой, значит вы трусы и мы можем продолжать. Вот тут такая, на мой взгляд, ситуация. Не знаю, как дальше поведет себя Польша. Вот они сейчас признали этот факт безнаказанного пересечения их границы. Ну а что дальше? Какие методы? Где ПВО? Где установки, которые должны были это сбить? Где стингеры и все остальное? Посмотрим, как будет реагировать, будут ли консультации, будет ли применена... Ну если Польша сама не реагирует, то тогда, по идее, сейчас должна быть действовать четвертая статья устава НАТО. Четвертая. То есть там они должны проводить, в случае угрозы, они должны проводить консультации по защите границ Альянса. Будет ли это сделано или нет, ну посмотрим. Далее состоялась встреча двух президентов Армении и Азербайджана. И они высказали оба, что... Ну в принципе оба согласились. И президент Азербайджана сказал, что... Ильхам Алиев, что нету никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были к нам претензии. На что, как бы, Пашинян, ну ответил так не напрямую, но косвенно он подтвердил, что у Армении тоже нету претензий. Он там назвал цифры в квадратных километрах территории Азербайджана. Ну я так понимаю, в тех границах, в которых сейчас находится Азербайджан. С учетом того, что Нагорный Карабах это Азербайджан. Вот. И в принципе, вот они совместно давали интервью. Точнее вот Ильхам Алиев давал интервью изданию Евроньюз. Вот. С обоими президентами пообщался корреспондент этого издания. Но, я так понимаю, что отдельно пообщался с каждым из президентов. В принципе, они оба высказали то, что сейчас, я так понимаю, их заявление, это прощупывание реакции граждан Азербайджана и Армении относительно возможного подписания мирного договора. Вот видите, пока как только напрямую начинают общаться политики без расшистов, без Лавровых, без Путиных и прочих советников из Кремля. Сразу есть позитив, сразу есть подвижка в плане, допустим, того же возможности подписания мирного договора и прекращения состояния, де-факто состояния войны между этими странами. Вот такое интервью, такая была организована встреча и такое интервью дали два лидера стран, показывая свои намерения. Издание Верстка, есть такое, они добыли, ну будем так говорить, закрытые данные российской таможни и опубликовали их. И на сегодняшний день они осветили схему, как расшисты получают все необходимые комплектующие западного производства для своего вооружения. Почти вся западная электроника, используемая страной-агрессором, в том числе и в оборонпроме, попадает в Россию через Китай, Гонконг и частично через Турцию. Об этом сообщает Верстка со ссылкой на закрытые данные российской таможни. Схема поставок выглядит так. В третьей стране регистрируется компания, выступающая посредником. Она выкупает необходимый товар, реэкспортирует его в Российскую Федерацию. Только за первое полугодие 2023 года в Россию ввезли подсанкционных микросхем, произведенных на Западе, общей стоимостью более чем на 500 миллионов долларов. То есть на полмиллиарда долларов. Вот так вот действуют схемы. То есть никто особо даже не скрывается. Понятно, фирма-прокладка, которая перекупает товар, покупает и продает. Перекупает товар. Причем эта фирма-прокладка, я так понимаю, создается той же Российской Федерацией. Вопрос тогда к тому же Европейскому Союзу, к тем же Соединенным Штатам. Ну и как вы на это смотрите? Как же ваши санкции? Вы же, зачем бы их тогда принимали, если можно так легко их все обойти? Посмотрим, как отреагируют на это США и другие страны, которые поддержали санкции против Российской Федерации. Джо Байден обратился к Конгрессу Соединенных Штатов, чтобы Конгресс разрешил часть предусмотренных для помощи Украине денег. Перебросить на вооружение для Тайваня из-за растущей угрозы со стороны Китая. Об этом нам сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Но вот тоже не совсем радостная для нас новость, потому как непонятно, почему за счет тех денег, которые Конгресс выделял на помощь, на военно-техническую помощь, почему сегодня они хотят их перебросить на Тайвань. Неужели нельзя выделить отдельно для Тайваня те же денежные средства из бюджета Соединенных Штатов? У них же есть огромная статья помощи другим странам. Ну тоже посмотрим, насколько это будет, насколько Конгресс согласится взять к рассмотрению этот вопрос и проголосовать его в плане переброски вот этих средств с одного направления на другое направление. Вот. И стали известны подробности депортации наших детей в Белоруссии. Мы знаем, что были, ну фактически за это выписано Путину выдвинутое обвинение в плане похищения наших детей и принудительной депортации. Практически они их выкрали. За это Путину предъявлено обвинение международным уголовным судом, выписано ордер на его арест. А вот сейчас всплывают подробности Белоруссии. Я так понимаю, что они хотят закрыть дырку в своей демографической ситуации и воруя наших детей, и таким образом как-то улучшить эту ситуацию за наш счет. Вот. Было сообщение, что в Белоруссии там 4 лагеря, где дети находятся, где их удерживают насильно и перевоспитывают, вбивая им голову ненависть к Украине и славя там Лукашенко и Путина. Так вот, появились подробности, некоторые подробности похищения наших или принудительной депортации наших детей в Белоруссии. Причастны родственники Лукашенко. Как выяснилось, в воровстве детей активно участвует Дмитрий Лукашенко. Это средний сын вот этого самопровозглашенного правителя Белоруссии Александра Лукашенко. И привоз детей в Беларусь происходит по личным поручениям Путина и Лукашенко. То есть, они оба стоят за этим и максимально вычищают нашу территорию от детей, для того, чтобы лишить их подросткового поколения. Далее, появилась защита, РЭБовская защита. Опять же, Китай, Китай здесь. Российская армия начала защищать свои танки от FPV-дронов с помощью таких виртуальных куполов радиоэлектронной борьбы. Ставится прибор на танк с антенками и он делает полусферу над танком, которая не дает пролететь или взбивает с курса FPV-дроны. Это дроны Камикадзе, которые мы используем для поражения бронетехники противника. Но мы знаем точно, что это китайская система, то есть, ее закупают в Китае на промышленной основе. И Китай ее поставляет в больших объемах. Мы сейчас ищем, наши специалисты ищут способы, как обойти эту систему. Есть уже некоторые наработки. И, соответственно, мы тоже подумываем о том, чтобы защитить нашу бронетехнику от тех же ланцетов, от тех же, примерно того же класса дроны, то есть, барражирующие боеприпасы. Вот такая вот война, видите, война переходит в виртуальное пространство, то есть, в эфирное пространство, точнее, когда радиоэлектронная борьба борется, средства радиоэлектронной борьбы борются с дронами Камикадзе, с барражирующими боеприпасами. Вот такой вот нюанс. Кстати, Си Цзепинь, он даже такую фразу сказал, что прекратите критиковать Китай, мы не помогаем России, хотя, видите, и дроны продают, и комплектующие продают, но он считает, что они не помогают России, может быть, оружием. Мы четко следим, он сказал, но я не дословно, я так вспоминаю его, это крылатое, как бы его изречение, что мы четко следим, чтобы не допустить Третьей мировой войны, если угроза будет, мы начнем помогать Российской Федерации. Ну, а пока Россия побеждает 50 стран Запада. Вот так считает лидер Китая Си Цзепинь, что Россия побеждает 50 стран Запада. Интересно, как это реагирует эти 50 стран Запада на такие заявления Си Цзепиня. Ну, и в заключении, как бы, из военно-политического блока, мы помним все, что месяц назад где-то была новость о том, что президент Турции приглашает Эрдоган, приглашает Путина посетить Турцию с визитом. И вот получило подтверждение, сегодня договорились лидеры стран в ходе телефонного разговора, что Путин приедет в Турцию. Очень плохой знак. Почему? Потому что на сейчас Путин не выездной из Российской Федерации. И для него визит, даже в любую страну, для него визит, это просто восстановление его легитимности на международной арене. И вот я могу приехать, я рукопожимаемый, я могу выехать за пределы Российской Федерации. Ну, к сожалению, Турция является, не подписывала римское право, поэтому ордер Международного уголовного суда на территории Турции не действует. Вот, и Турция может его смело игнорировать, что они будут делать. Ну, как мы и говорили, Эрдоган ведет свою игру. Поэтому он в первую очередь смотрит на интересы Турции. Ему наплевать и на НАТО, и на другие какие-либо нюансы. Он хочет ввести свою игру и тем самым, видите, фактически он в этом моменте поддерживает Путина и помогает ему выбраться из того болота, в котором он сегодня оказался. Вот этим вот визитом. Так что, я там читал некоторые комментарии. Ой, это Эрдоган арестует, не арестует, выдаст, не выдаст. Не выдаст и не арестует. Потому что Турция не является членом, подписантом римского устава. И она его уже и не ратифицировала, и не подписывала. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим. Сейчас, вот в августе, должен состояться этот визит. Кстати, будет очень смешно выглядеть, если российские кремлевские делки решат обкатать на Эрдогане двойника Путина. Вот это будет смех. Просто, фактически, Эрдогана, ну, унизят очень сильно в глазах во всей мировой общественности. Если в Турцию полетит двойник. А Путин, ну, по состоянию здоровья, как-то так тяжеловато. Информация идет, что болеет он, болеет. Поэтому, они в ЮАР его хотели отправить. Ну, видите, ЮАР вышла, кстати, президент ЮАР, при всех там плюсах и минусах, он вышел достойно из этого положения. Он официально запросил ордер и сказал, что ЮАР не будет нарушать ратификацию и отзывать свою подпись из-под римского права ради Путина. Вот. И понятно стало, что вместо Путина поедет туда Лавров. А вот Эрдоган поступил с точностью да наоборот. И если Россия туда отправит человека, похожего на Путина, двойника, это будет капитальное унижение Эрдогана. И он после этого, на мой взгляд, ну, вряд ли сможет отмыться и восстановить свою репутацию на международной арене. Как бы вот такая судьба не сыграла с ним такую злую шутку.